Золотую медаль Международного форума инноваторов получил школьник из села Тальменко. Изобретатели в возрасте от 11 до 83 лет со всей России и из-за рубежа представили более 200 проектов. 40 лучших работ отмечены наградами. По словам губернатора Новосибирской области, форум должен дать новый виток развития диалогу между промышленностью, инвесторами и изобретателями. Чем же заинтересовал Тальменский детеклассник представителей крупных компаний и инвесторов? Максим Петисов представил проект осветительной опоры для освещения отвалов горных пород. Для того, чтобы она работала, ей требуется электроэнергия, вырабатывают у нее ветрогенератор и солнечная электропанель. Мы понимаем, что у нас лампочка не должна работать весь день, потому что днем у нас светит солнце, и датчик освещенности контролирует ее работу. Достоинство такой опоры в ее автономности. Она может работать в труднодоступных местах, там, где нет линии электропередачи. У нее модульное строение, опору легко разобрать, перевести и снова собрать. Максим презентовал проект четырем судейским комиссиям и целый день общался с заинтересованными посетителями. Мне очень нравится такая атмосфера, где люди со всей страны, можно сказать, со всего мира, инноваторы, вот, объединяются в такую, как сказать, ну, объединяются в одном месте. Установок подобных моей их нет, ну, ни на каком рынке, поэтому, ну, это и правда такая инновационная вещь. Ну, и еще то, что была хорошо проработанная и сделанная презентация и сам доклад. То, что Максим Фетисов оказался на таком престижном форуме, закономерно считает директор Альменской школы. Проект, который представил Детиклассник, появился год назад. Подключив педагогов Наталью Князеву и Антона Сопронова, они вместе начали работать над идеей осветительной опоры для районной профильной игры. Была заявка от угледобывающего предприятия. Затем проект попал в призы на региональном этапе в больших вызовах. К международному форуму Технопром Максим готовился уже самостоятельно. Его там приметили и пригласили на форумы новаторов. Когда человек работает не от случая к случаю, не схватил чего-то там, поделал, бросил, схватился за другое. Когда вот он берется за что-то одно и по-настоящему в это дело вкладывается, обязательно результат будет. На форуме Максиму Фетисову поступило много предложений и советов, как улучшить проект. А значит, впереди много кропотливой работы.